Уже завтра стартует фильм «Фантастические звери и места их обитания» по вселенной Гарри Поттера. И я решил, что было бы весьма символично продолжить изучение английской кухни, специально приготовив что-нибудь к выходу этого фильма. Хоть события фильма и разворачиваются в Нью-Йорке, ни для кого не секрет, что Ньюк Саламандер является англичанином, как и другие герои серии. Но хватит говорить о фильме, мы не для этого тут собрались. Пора что-нибудь приготовить. В Гарри Поттере часто упоминаются различные пудинги, но я хотел бы выделить среди них и приготовить именно йоркширский пудинг, который является традиционной частью британского воскресного обеда и несколько раз упоминается в книгах. И я даже встречал такую информацию, что этот пудинг по вкусу Гарри ничуть не меньше, чем торт с патокой. Первый рецепт йоркширского пудинга был опубликован еще в 1737 году и звучал он следующим образом. Приготовьте хороший кляр, поместите в находящийся под огнем горячий поддон, смазанный жиром, чтобы он слегка подрумянился снизу, а потом подставьте поддон под кусок баранины, чтобы на пудинг стекал горячий жир. Время от времени поддон нужно часто встряхивать, чтобы пудинг получился легким и вкусным. Когда баранина будет готова, можно вынимать и пудинг. Переверните его на блюдо и подавайте горячим. А в 2008 году Королевское химическое общество постановило, что йоркширский пудинг не является йоркширским пудингом, если он ниже 4 дюймов, а это примерно 10 сантиметров. Так что придется постараться. Для приготовления пудинга нужно совсем немного ингредиентов. Это молоко, яйца и мука. Вся сложность сводится не к ним, а к самой готовке. Чтобы приготовить кляр, нужно очень хорошо сначала взбить яйца с молоком, потом добавить муку, которую просеивать совсем не обязательно. Снова все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. В конце можно добавить щепотку соли. Ложкой можно проверить кляр. На ней не должно быть комочков, и кляр должен легко стекать. Теперь нужно подготовить форму. В нее нужно налить подсолнечное масло, примерно по сантиметру в каждую формочку. Для этого можно налить масло доверху только в первые. А потом вот так наклонив, масло равномерно разольется по всем формочкам. Кулинарная магия! Но это не так просто, как может на первый взгляд показаться. И отправляем формочку в предварительно разогретую до 190 градусов духовку, чтобы масло очень хорошо разогрелось. Для этого достаточно 10 минут. И теперь можно в каждую формочку налить кляр, который я перелил в мерный стакан с носиком, чтобы легче было его наливать. А чтобы не забрызгать тестом края формочек, можно использовать ложечку, иначе кляр может прилипнуть и не подняться как следует. Как видите, пока я разливаю, горящее масло уже начало готовить кляр. Возвращаем в духовку на 20-25 минут, пока они не поднимутся и не подрумянятся. По стечению которого у меня получились вот такие йоркширские пудинги. Так, проверяем. Получилось не совсем идеально, но главное ведь вкусно. Прекрасная вещь! Можно есть с различными соусами, жаренными мясными блюдами. Подавать можно традиционно с чем-то типа розбифа. Или как я вот с такими сосисками. Великолепное сочетание. Но еще я хотел бы показать кое-что невероятно вкусное. Для этого необходимо натереть на терке чеснок и плавленый сыр. Добавить майонез. После чего перемешать и выложить на пудинг. А сверху положить кусочек слабосоленой рыбы типа тунца, семги или форели. Вкус получается просто невероятный. На этом все. Приятного вам аппетита и просмотра. Пока!